Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня 29 июня, понедельник, и мы с вами оцениваем ситуацию по сравнению с пятницей, то есть за прошедшие три дня. У нас на сегодняшний день 513 больных, и это 44 новых заболевших за истекшие три дня. То есть, таким образом, мы видим, что заболеваемость продолжается в том же примерно темпе, примерно давно уже мы с вами на нее вышли, примерно 15 человек в день. Будет ли она сохраняться на этом уровне, уменьшиться несколько или увеличиться, по-прежнему будет зависеть от того, насколько мы с вами соблюдаем меры. И на данном этапе у нас на первое место выходят следующие меры. Первое – это все-таки дистанция, потому что многие организации работают, многие магазины, услуги оказываются, население, выборы сейчас идут. У нас на даче люди ездят, в отпуска, общественным транспортом много стали пользоваться, поэтому не забываем в первую очередь о дистанциях. На улице с учетом ультрафиолета сейчас заразиться крайне сложно, только при очень близком контакте, поэтому на улице, конечно, маски можно не носить и дышать свободно свежим воздухом, оздоравливаться. А вот в помещениях и особенно на рабочих местах, там, где люди находятся рядом, там, где им приходится достаточно тесно, долго и близко контактировать, я все-таки призываю носить маски. Я по-прежнему выступаю перед вами без масок, но уверяю вас, что на работе я себе таких вещей не позволяю. Есть совершенно четкие критерии. Расстояние меньше полутора метров, работа в одном помещении, особенно когда там нет активного обмена воздухом, обязательно требует ношения маски. Ну и воздухообмен хочу еще раз нацелить, у нас сейчас жаркая погода, там, где система кондиционирования не предусматривает забор с улицы непосредственный, постоянный, и его затем выброс опять на улицу, а тот, который гоняет воздух один и тот же по помещению, да еще если и несколько помещений между собой соединяет, это достаточно опасная система. Если вы даже один в кабинете, но у вас такая система вентиляции, то там вам тоже не лишний будет находиться в маске. К нашим заболевшим хочу сказать, что у нас всего 189 выздоровевших, это еще плюс 22 человека выздоровевших, опять же, за прошедшие три дня. Госпитализировано на сегодняшнее утро 41 человек, 29 человек лечатся в Сарове в условиях госпитальных, и 12 человек в Нижнем Новгороде, из них 8 в Помце и четверо в 23 инфекционной больнице. Тяжелых в общем количестве заболевших у нас всего трое, но я хочу сказать, что если бы кто-то из вас видел этих тяжелых, то и одного бы вполне хватило. То есть, конечно, понятно, что тяжелее болеют лица с сопутствующими заболеваниями, конечно, понятно, что это лица с так или иначе ослабленным иммунитетом, но, поверьте мне, один раз увидеть такого тяжелого больного, и вы будете несколько скромнее себя вести, и не так будете активно пропагандировать большие встречи и массивные какие-то массовые мероприятия. Под наблюдением плюс еще к этому находится 231 человек, и у нас сейчас достаточно большое количество лиц, возвращающихся с курортов, задают вопросы, какой именно сделать анализ, если это требует работодатель. Хочу сказать, что анализ на антитела в данном случае не подходит. Если вы анализ хотите предъявить для того, чтобы выйти на работу, то это только анализ на сам коронавирус. И хочу еще напомнить вам, что в нашей Нижегородской области по-прежнему по заболеваемости у нас сейчас лидирует, понятно, на первом месте у нас всегда Нижний Новгород, но все-таки заболеваемость, особенно ее такая активная фаза, то есть новые заболевшие, много сейчас появляются в районах, непосредственно прилегающих к Нижнему Новгороду. На первом месте у нас сейчас Держинск. Держинск, я напоминаю, хотели ввести там карантин, но карантин не ввели, но по-прежнему напоминают, что поездки, а также возвращение из Держинска должно быть у вас под пристальным вниманием, ну и также Кстовский, Борский районы, то есть то, что непосредственно вокруг Нижнего Новгорода. А в самой Нижегородской области карантинные зоны по-прежнему остались три – Дивеева, Кулебаки и Павлова. Если вы выезжаете в иные регионы, нужно каждый раз узнавать, каков порядок проезда, посещения. И если это командировки, допустим, в этих районах – это одна история. Если отдых и поездки к родным – это вторая история. Если это с целью отдыха, то это совершенно может быть третья история. Поэтому я вас призываю к тому, чтобы вы выходили на официальные сайты этих регионов. Там всегда написано, в каком режиме находится, что именно работает, что ограничено, и какие последствия вас могут ждать по приезду на эту территорию, ну и по возвращению назад. У меня на этом сегодня все. Будьте здоровы, всего вам доброго, до встречи.